Этот бювет построили специально к новому курортному сезону. Михаил приехал с семьей, женой и двумя детьми. В Анапе он впервые к морским и солнечным ваннам. Знакомые порекомендовали попить еще и местной воды. Решили, что это будет столовая с минимальной минерализацией. Это очень нравится. Ощущение, что в эти шлаки с животом легче стало. Бутылочку покупаем с утра, идем с утра, и вечером бутылочку покупаем. Здесь же вода, которую подвозят непосредственно из источника. Она без газа, ее нужно пить не отходя от крана. В начале 20 века, когда использовали не скважины, а открытые источники, первооткрыватель Анапы как курорта Владимир Будзинский построил санаторий на 120 мест с питьевым бюветом. В 60-х годах к теме вернулись. Сегодня в городе-курорте есть месторождение лечебной грязи и 6 скважин с минеральной водой. Половина для наружного, а другая для внутреннего употребления. Из питьевых вот у нас три месторождения. Семигорская 6 лечебная, аналог и синтуков номер 17. Но отличается от нее тем, что у нас еще имеется йод в составе. Семигорская 1 лечебная столовая, аналог и синтуков номер 4. То же самое содержится в составе йод. Михаил Репетилов на предприятии с 1985 года. В то время еще существовал план строительства Большого бювета. Со временем государственная инициатива сошла на нет, а инициатива частная пока только пробуждается. Хотя эксперт полагает, что потенциал у водолечения в Анапе огромный. А его использование могло бы помочь заполнять гостиницы не только в пляжный сезон.